Продолжение следует... Это институт, в котором мы собрались, музей минералогии с замечательными коллекциями, которые мы могли увидеть сейчас, войдя сюда. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы ввели совместную работу, во всяком случае, для нашей темы минералогическая часть одна из самых существенных. Я напомню, что согласно идее, которая обсуждалась прежде всего Татьяна Владимировна Цивьян, руководителем этого проекта, мы хотим рассмотреть с точки зрения нескольких гуманитарных наук, объект которых искусство, литература и некоторые другие, социальные восстановления. Мы хотим рассмотреть возможности, которые открываются в культуре при использовании камней и, в частности, минералов. Ну и одной из сторон этого исследования, как мне представляется, является выяснение некоторых общих принципов, которые есть в разных системах, используемых человеком и открываемых антропологией. И оказывается, что некоторые из этих общих принципов похожи на то, с чем имеет дело минералогия. Ну, в частности, я буду говорить о принципе симметрии или о теории симметрии в более широком смысле. Я хочу предпослать основному своему тексту... Хочу предпослать некоторые общие соображения по поводу соотношения разных наук. Вот поскольку я начал с того, что наша тема «Живой камень» как бы объединяет основную науку, вокруг которой этот музей, минералогия и смежность с ней на области науки о кристаллах и вообще наук о неорганической природе. Значит, я хочу несколько общих соображений высказать по поводу вероятных изменений в классификации наук и в проведении границ между ними. Это не общее рассуждение, а конкретно я имею в виду проблему симметрии, теории симметрии или принципы симметрии. В более общем виде вопрос был поставлен нашими математиками. В частности, мне довелось в связи с занятиями языком и поэтикой, поэзией, в частности тоже в связи с вопросами симметрии в отношении языка и поэзии, к чему я потом приду, работать вместе с нашим известным математиком Андреем Николаевичем Калмагоровым. Калмагорову принадлежит следующей идее, которую, мне кажется, имеет будущее. Он полагал, что классификация наук в настоящее время условна. Значит, согласно условной классификации, которая, возможно, уже отжила свой век и должна быть заменена другой. Значит, существуют науки, занимающиеся природой, включая живую природу и неорганическую природу, но о которой сегодня мне нужно больше говорить. Антропология, антропологические установления, связанные с человеком разного рода. Это то, что на таком более обиходном языке называется гуманитарными науками, и отдельно математика. Значит, Калмагоров как математик считал, что на самом деле то, что называют математикой, состоит из двух достаточно различных частей, которые лучше разъединить. Это важно для того, о чём я сегодня говорю. Существует математика в собственном смысле. Ну, скажем, для нас сегодня, вот для того, о чём я буду говорить, то есть для исследования симметрии в более точном смысле, существенны некоторые представления алгебры, связанные с теорией групп и теорией представления. Это, собственно, алгебра, это хорошо разработанные области математики, и, собственно, мы должны просто принять то, что там сделано, и посмотреть, как это помогает нам в приложении к нашей области знания. А совсем другая сторона – это применение этих принципов конкретно к той сфере знания, которая нам интересна. В данном случае применение к симметрии. То есть, когда говорят о принципе симметрии, на самом деле имеют в виду вот эту математическую сторону, алгебраическую, отчасти геометрическую, ну, в таком смысле, который интересует больше физиков, симметрию можно понимать как исследование определенного типа инвариантов. Исследование инвариантов не сводится только к симметрии, потому что вопросы, связанные с топологией, тоже имеют в виду симметрию, но симметрия там на особых условиях. Об этом я еще буду говорить. А дальше начинается область применения принципа симметрии или теории симметрии конкретно к разным отдельным видам знания. И здесь сегодня я только обозначу, какие это области. Дело в том, что вот за последнее время выяснилась огромная роль симметрии в науке о природе в целом, в частности в физике, и возможности применения некоторых из этих относительно простых принципов и теорий применения к гуманитарной сфере. Вот что будет, собственно, моей главной темой. Значит, прежде всего по поводу природы в целом, соответственно, по поводу симметрии и физики. Ну, я здесь ссылаюсь на авторитет такого выдающегося современного физика старшего поколения, имя которого по-русски отчасти по ошибке, потому что с английского, транслитируют как «янг». Ну, по-видимому, на самом деле, он китаец. По правильному китайскому произношению его фамилия Ян. Ян, кстати, интересен, потому что вы знаете, что в древнекитайской теории симметрии Ян – это одно из главных понятий, один из полярных принципов. Яну принадлежит ряд работ по общей теории симметрии в связи с современной физикой. Основная его идея, которая разделяется многими учеными, может быть, не всеми, но многими, состоит в том, что после Эйнштейна физика целиком перестраивается вся вокруг понятия симметрии. В основном симметрии уравнений, то есть речь идет о поиске инвариантов в основных уравнениях. То есть мы начинаем, опять-таки, с математики, с алгебры, и в алгебраических принципах находим отношения инвариантов, которые описываются как симметрические. Ну, с этой точки зрения многие существенные понятия, связанные со всем тем, что было открыто вообще довольно давно в связи с изучением электромагнитных полей. То есть, собственно, вся та физика, которая начинается гораздо раньше Эйнштейна, начинается с Максвелла, все это переосмыслено сейчас в духе симметрических отношений. Фактически, если бы я стал вам сейчас рассказывать, что именно сделано по части обнаружения симметрии в физике, то мне пришлось бы просто всю современную физику рассказать, поскольку основным оказывается принцип симметрии. Принцип, который сформулирован математически, алгебраическим образом, и мы в конкретных исследованиях физических имеем дело в основном с симметрией уравнений, то есть симметрией тех математических форм, которыми описывается данное явление. Но оказалось, что внешний физический мир, вся действительность, не только макромир, но и микромир, описывается на этом уровне. Я, может быть, для того, чтобы немножко сократить ту часть того, что я собираюсь сказать, которая связана с такими более абстрактными понятиями, я остановлюсь на симметрии зеркальных нейронов, как на одном из примеров того, как современные представления математической физики могут повлиять на наше представление вообще о симметрических отношениях. Значит, я начну опять-таки с Эйнштейна, но это ближе к позднему Эйнштейну, то есть уже много после того, как он создал общую теорию относительности. В середине 30-х годов Эйнштейн вместе с двумя другими физиками Розеном и Подольским печатает небольшую работу всего несколько страниц, но очень содержательных, в которые предлагается описание явления, которое следует из введенных до этого другими учеными, в основном Копенгагенской школы физики, представления о наличии симметрического отношения между двумя, ну скажем, частицами. Некоторые два физических объекта, которые могут находиться в совершенно разных областях, в разных частях света, если мы говорим о Земле. Ну так теоретически они могут быть и на других планетах, но все-таки пока будем говорить о Земле для наглядности. Значит, это явление, которое после этой статьи Эйнштейна и сотрудников получило название английское «entanglement», 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 «entanglement». Эти две частицы, или два физических объекта находятся в частично тождественном состоянии, поскольку частично тождественное, у них есть значительно инвариантная часть, которая делает отношения между ними симметричным. Факт существования таких отношений теоретически он предположен Эйнштейном на основании выводов квантовой физики. То есть это один из существенных выводов квантовой физики, в частности, квантовой теории информации. И, по-видимому, на существовании этого принципа основана возможность скорого появления нового типа компьютеров, квантовых компьютеров, которые используют этот принцип «entanglement». Одна часть предполагаемого квантового компьютера может работать как современные компьютеры на основании той электроники, которую мы знаем в классической форме, а другая часть квантового компьютера работает по принципам квантовой физики, но с другой логикой, что очень важно для компьютеров, то есть с логикой, которая допускает не только соотношение 0,1 или плюс-минус, но допускает и другие возможности, ну скажем, трехзначные логики и так далее. Оказалось, что это гипотеза Эйнштейна, высказанная по поводу физических явлений и высказанная им в качестве возможности, он не утверждал, что такие явления действительно существуют, но утверждал, что квантовая физика позволяет предположить, что существует «entanglement», существует вот это симметрическое, инвариантное отношение между двумя физическими объектами, между которыми установлено это состояние, сейчас нет хорошего русского перевода, но часто это переводят как спутанное состояние. Но имеется в виду состояние двух физических объектов, которые имеют инвариантную, значительно инвариантную часть в своем описании, то есть симметрично по отношению друг к другу. Прошло очень много лет после публикации этой заметки Эйнштейна. Совершенно независимо от развития физических представлений, группа итальянских биологов поставила опыты, которые показали наличие именно таких отношений, симметрии, между нейронами двух организмов. Ну, они исследовали обезьян низших эволюционных типов, ну, скажем, типа макак, то есть не более продвинутых приматов, которые имеют общие черты с человеком, как все знают, а относительно более в эволюционном плане, относительно более далекие от нас, то есть если говорить в терминах возрастов эволюционного расхождения, то это десятки миллионов лет, которые нас отделяют от этого типа обезьян. Но вы знаете, что обезьяны даже в просторечии связаны с таким занятием, которое по-русски обозначается глаголом обезьянесть, то есть передразнивать, и это есть во всех европейских языках, давно замечено людьми, и давно установленный факт, что одна обезьяна может повторять действия, ну, например, другой обезьян. На самом деле это явление очень важное, я позволю себе немножко подробнее об этом сказать, вы потом поймёте, почему, потому что я думаю, что это имеет отношение к тому, что я буду говорить на собственно антропологические, гуманитарные темы. я хочу привести некоторые примеры, связанные с замечательными экспериментальными работами испанского физиолога, экспериментатора Дель Гадо, он в период франкистского режима в Испании, работал в эмиграции в Мексике, и я его видел, слушал и смотрел его фильм, на который сейчас сошлюсь, ещё когда он работал в Мексике, потом, после прихода Хуана Карлоса избедения ситуации в Испании, он вернулся в Испанию. По-русски издана его книга о части его экспериментов, связанных с сознанием, Дель Гадо. Вот какой эксперимент поставил Дель Гадо, который имеет отношение, во-первых, к тому, что электроды делают с нервными клетками, о чём я уже упоминал, во-вторых, связан с тем, что можно сказать о отношении между обезьянами, которые оказываются вот в этой ситуации симметрического или частично инвариантного отношения друг с другом. Я сейчас перескажу вам свои впечатления от фильма, который показал Дель Гадо на одной своей лекции в Москве. Мы видим большое стадо макак. Они занимаются своими делами, там, кто что-то мастерит, кто-то что-то играет, ищут друг у друга насекомых и так далее. Самые разнообразные деятельности. Нормальные для них. Стадо производит впечатление активного и занятого повседневной жизнью. Одной из этих обезьян Дель Гадо вживил в мозг электрод, который может подать сигнал на ту часть мозга. Это в эволюционном плане ближе к стволовым отделам мозга. Это часть, которая регулирует появление бессознательных эмоций такого типа, как страх и панический страх. я с сожалением должен вам сказать, что, к сожалению, вот эта область поведения животных, похожих на человека, давно уже находится в сфере внимательного изучения тех биологов, которые заняты военным приложением современной науки. Но сейчас не буду об этом говорить. С помощью электрода, вживленного в эту часть мозга, можно вызвать у обезьяны панический страх. Когда вызывается панический страх у одной обезьяны, она начинает прятаться за других обезьян. И это видно на снимке, на фотографии. Другие обезьяны не знают причины ее страха, но они и не могут догадаться о том, что речь идет о вживленном электроде, который в определенное время получил сигнал. Другие обезьяны начинают обезьяниться. то есть если мы это описываем в точных терминах, возникает ситуация, которую я вам до этого описал через это спутанное состояние, то есть два физических объекта, которые в некоторых отношениях инвариантны по отношению друг к другу, симметричны по отношению друг к другу, два физических объекта существуют в голове у одной первой обезьяны, с которой экспериментировали, и некоторой другой обезьяны, которая первая заметила это состояние и стала ему подражать, ну а дальше цепочка эта передается всему стаду, и через некоторое время все стадо находится в состоянии полной паники. Это результат уже сейчас проведенных опытов, то есть вы понимаете, что практически следствие такого рода воздействия на живые организмы колоссально, да, ну в частности для тех из вас, кто заинтересуется именно возможными социальными, социологическими выводами из этих опытов, я бы рекомендовал перечитать уже очень давно написанную книгу, где, по-моему, изложено все самое главное на эту тему. Автор этой книги, выдающийся ленинградский психиатр, психоневролог Давиденков. Книга вышла сразу после конца блокады Ленинграда, по-видимому, в 1946 году, переиздана в Медгизе в 1989 году. Называется книга «Эволюционные генетические проблемы психоневрологии». Основная идея Давиденкова заключается в следующем. Он сопоставил поведение невротиков по Фрейду, то есть поведение тех людей, которые согласно Фрейдовским предположениям, получили ранние травмы и в связи с этим имеют программы поведения обязательного для них характера. То есть человек обязательно считает считает число ступенек, сколько ступенек ему нужно пересечь, чтобы войти в зал заседания. Если там четное или не четное, это влияет на его реакцию, на то, что он потом в этом зале увидит. вот такого рода поведение, которое по Фрейду объясняет большую часть неврозов, Довиденков видит в данных этнографии относительно таких обществ, как, скажем, Чукотская и Эскимоска. то есть с его точки зрения описание Чукчи, скажем, у Тана Богораза, такого выдающегося этнографа, он был народовольцем, его сослали в конце XIX века на Чукотку, и он там изучал Чукчи и Эскимосов. Судя по его описанию, общество целиком подвержено определенной системе ритуалов, которые сковывают индивидуальное поведение, и эта система ритуалов объясняется пандемией страха, которая охватывает все общество. То есть то, что я вам рассказал про макак, имеет точное соответствие в тех видах обществ, которые получают каким-то образом стимулы к пандемии страха, то есть к страху, который охватывает каждого из членов коллектива. Значит, это такое несколько неприятное приложение идей теории симметрии, но существенное, потому что это показывает, что не только мы можем пользоваться этими понятиями в антропологии, в социологии, но эти явления позволяют нам многое объяснить в поведении членов и многих современных обществ, как вы понимаете, потому что проблемы пандемии страха и любых симметрических спутанных отношений оказываются общие для приматов всех эволюционных типов, включая и нас, людей. Я привел вам пример, который касается приматологии и соответствующих явлений антропологических. я не хочу слишком долго останавливаться на других примерах касающихся антропологии. Пожалуй, из того, что реально сейчас уже сделано на хорошем уровне, даже с точки точки зрения математического подхода, надо остановиться хотя бы немного на проблеме ранней социальной организации, как ее изучают антропологии. значит, я сейчас пропускаю то, что я вначале сказал относительно роли теории симметрии для современной физики и перехожу к аналогичной, как мне представляется, основной роли теории симметрии для наук гуманитарного свойства, то есть для наук о человеке. Значит, я, кроме вот того примера, который только что изложил, который касается отчасти биологии, отчасти социологии, я хочу коснуться проблемы ранних форм социальной организации. Ну, наиболее подробное исследование было сделано недавно умершим великим антропологом Левистросом, который умер после своего столетия, значит, он принадлежит точно 19 веку, хотя умер уже в 20 веку, хотя умер уже в 21 веке. Его ранняя работа посвящена формам браков и формам родства в ранних обществах. ранние общества в основном все докапиталистические, дофеодальные общества. То есть, это так называемый третий мир, слабо развитые страны, то, что называют иначе примитивными или первобытными культурами. в них социальная организация основана на системах браков. Системы все описаны очень хорошо с строгой математической точки зрения. в математическом приложении к диссертации Левистроса изданы приложение, сделано Анри Вейлем, известным математиком, он алгебраист, не путайте с Германом Вейлем, книга, которого симметрия является кратким популярным изложением математической теории симметрии и ее приложения Анри Вейль. Значит, основным представляется наличие симметрических отношений во всех древних обществах. Простейшие симметрические отношения – это отношения дуальности, то есть отношения, связанные с числом два, то есть опять-таки с парными симметричными объектами. Эти парные симметричные объекты – две части племени, из которых соответственно выбираются невесты и жених. Я вам приведу пример из собственной практики. Я был руководителем экспедиции, изучавшей малоизвестной малоизвестной тогда, сейчас довольно популярной в науке, вымирающий язык Сибири – кетский, в старой русской терминологии енисейский, остяцкий. Но кет – кетское слово означает «кет» – это человек, это самоназвание. Мы изучали кетский язык 1962 год, мы находимся в школе, в помещении школы, единственное место, которое в поселке не подвержено заполнению вшами. Кто-то из наших информантов спрашивает, а что русские – это такие люди, у которых нет вшей. Ну вот, поскольку мы были именно такими людьми, мы боялись жить в чумах исследуемых кетов, жили в помещении школы. И туда пришли старуха-кетка и ее племянник. Она нам на сибирском русском языке объясняла, вот когда-то я его воспитывал, а теперь он меня воспитывает, значит, он ее питает. И мы ее просим как и его, сказать нам какие-нибудь фразы на их языке спонтанно, вот что им хочется из того, что они умеют и знают. И молодой человек, племянник, 28 лет примерно от рода, комсомолец, вполне участвующий в нормальной жизни колхоза, он выпаливает никогда не бери жену из своей половины племени. То есть принципы симметрических, асимметрических отношений между двумя половинами племени настолько въелись, вошли в его сознание, что он выпаливает эту фразу, когда его просят что-то сказать спонтанно на своем языке. Ну я добавлю к этому пожалуй интересную деталь. Значит племя состоит из всех мужчин и женщин, которые делятся по определенному принципу и надо выбирать мужа обязательно из другой половины племени, поэтому ребенок при счете родства по матери ребенок оказывается членом материнской половины племени. Просто так устроена система родства. Это простейший вариант. В книге Левистроса мы найдем очень много разных симметрических отношений, но любые симметрические отношения, как вы заметили уже в двух моих антропологических примерах, любые симметрические отношения начинаются с отношения между двумя объектами. Поскольку я упомянул Фрейда, я хотел бы сделать замечание относительно возможной критики Фрейда, которые исходят из очень простых симметрических отношений. Значит, вы помните предложение Фрейда, как можно интерпретировать загадку Эдипа и вообще миф об Эдипе, Эдипов комплекс. Эдипов комплекс можно интерпретировать, исходя из идеи, что у сына, если есть три действующих лица, мать, отец и сын, у сына есть некоторое врожденное враждебное отношение к отцу и соответствующее влечение к матери. В тех обществах, где выявлены симметрические и асимметрические отношения между двумя дуальными половинами, ну вот как кетское общество, где вы выбираете себе невесту обязательно из другой половины племени. Оказывается, что сын принадлежит к той же половине племени, что и его мать, а это значит, что самое близкое к нему лицо это не отец, а дядя по матери, брат матери, потому что брат матери входит в то же самое половину племени, что и сын из асимметрических отношений. Таким образом можно показать, что фрейдовский анализ, предполагавший собственно биологическую схему для объяснения довольно сложной проблемы человеческой психологии, на самом деле не точен, потому что нужно учитывать два симметрических отношения, одно симметрическое отношение между половинами племени, другое же отношение связывает членов одного одной из этих половин, то есть сын связан с братом матери, это то, что называют авункулатом по латинскому авус, авункулус брат матери, то есть это означает, что система фрейдовского толкования дипового комплекса не учитывает реальных симметрических отношений. Я хотел бы перейти к другой гуманитарной науке, с которой я имею дело всю жизнь и которая сильно обогатилась благодаря использованию теории симметрии. Наиболее обстоятельные и подробные исследования человеческого языка проведены в области фонологии, то есть в области изучения тех звуков, которые служат для развлечения слов. В каждом языке есть примерно от 10 до 80 основных звуков, которые нужны для развлечения слов. Не больше. То есть на самом деле мы говорим произнося очень много различных типов звуков, но разные типы звуков не играют существенной роли. Существенную роль играют только отношения между фонемами, то есть между основными звуками, которые позволяют человеку отличить, ну, скажем, в русском языке мал отличается от мял, имейл отличается от имел, звуков. То есть м и м это разные фонемы. В обычном просторечии мы скажем м твердое, м мягкое, но на фонетическом, биологическом, артикуляционном языке мы скажем, что одно м произносится, когда смыкаются губы, воздух идет через нос и это губной носовой звук, похожий на б, да, но б, при котором закрыты губы и воздух идет через нос. Точно такие же действия производит речевой аппарат, когда произносится мягкое м, но при этом язык поднимается к среднему небу. это называется палатальный и палатализация в русском языке один из признаков фонем. Значит, всю фонемную систему русского языка можно описать как состоящую из симметричных пар палатальный и непалатальный, то есть смягченный и несмягченный. Значит, у нас есть набор палатальных элементов, каждый из которых симметричен по отношению к непалатальному. Палатальное пе, бе, ме, в отличие от непалатального по, бо, мо и так далее. Это представляет большой интерес, потому что языки с таким различением, симметричным различением палатальных и непалатальных распространены в определенной части Евразии, образуют характерную группу так называемого Евразийского языкового союза, то есть симметрические отношения не только организуют систему фонем, которая различает слова, но они же служат и главным признаком, по которому мы можем различить лингвистические системы. Значит, я привел несколько разных примеров, которые должны проиллюстрировать один достаточно общий принцип. Один общий принцип состоит в том, что симметрические отношения, понимаемые как наличие некоторого инварианта, позволяющего при соблюдении совпадающих признаков также иметь некоторые не симметричные, не инвариантные признаки. Знаете, Кюри, который был одним из главных создателей общей теории симметрии, вот той, которую излагает Герман Вейл в своем курсе симметрии, Кюри принадлежит такое замечательное высказывание асимметрии или диссимметрии, нарушение асимметрии творит явление. Ну, поскольку я позволяю себе приводить очень простые примеры из наук о человеке, они не достигли еще той подробности, которая есть в знакомых вам приложениях симметрии в минералогии, скажем, кристаллографии, я приведу пример биологического, социального, культурного использования организма человека. Судя по археологическим и генетическим находкам, у человека довольно рано возникает специфика одной из рук и одного из полушарий, то есть одна из основных черт головного мозга это асимметрия, при том, что два полушария полностью симметричны по отношению друг к другу, и они инвариантны в отношении некоторых физических объектов, которыми мозг занимается, скажем, височная часть мозга в норме у большинства людей, подавляющего большинства людей, включая и не только правшей, но и значительную часть левшей, занимаются звуковыми сигналами и правая, и левая полушария, два симметричных полушария, височные отделы заняты анализом звуковых сигналов, но при этом левая полушария асимметрично занята звуковыми сигналами в виде фонем, вот построение фонем, вот то, что я вам рассказал, скажем, на примере этих палатальных непалатальных построения фонем, это задача левого полушария, правое полушарие решает аналогичные задачи в отношении музыки достаточно точным образом. Есть один замечательный документ, очень важный для симметрического понимания мозга, это результат патологического анализа, патологоанатомического анализа Бонг одной японской певицы, которая сделала ее муж крупный японский патологоанатом. он показал, что у этой певицы на мозге после патологического вскрытия удается проследить чрезвычайную разработанность тех частей, которые в височном отделе правого полушария отвечали за музыкальную песенную часть. Но это есть и у других людей, но просто это доказывает, что биологическое исследование вместе с генетикой, вместе с исследованиями культурного характера в настоящее время все-таки позволяет создать довольно точную картину того, как с помощью симметрии и асимметрии мозг справляется с многими своими задачами. Но вы знаете, просто чтобы вас немного может быть развлечь после таких мрачных примеров с патологией, я хотел бы сделать одно замечание по поводу того, что вы можете мне сказать, что все, что я вам рассказываю про человека, про использование симметрии в науках о человеке, достаточно такие абстрактные вещи, не имеющие практического применения. Хочу сказать, что практическое применение у каждой из этих проблем есть. в частности существует очень интересная возможность применения для нашего понимания, для существенного антропологического понимания того, что я вам только что рассказал о правом полушарии, его асимметрической способности исследовать именно музыку и песню, а не естественный язык. Представьте, что это мне представляется очень важным в нашу эпоху, когда большая часть происходящего на земном шаре связана с тем, что написано в одном достаточно древнем сочинении, которое составлено больше тысячи лет назад и до сих пор пользуется большим успехом, имеет много читателей. Это Аль-Куран, Коран, священная книга мусульман. В этой священной книге рассказывается довольно много о том, что составивший эту книгу пророк Мухаммед в определенной часы своей жизни был взят на небо, и на небе он слышал божественную музыку и божественное пение замечательной исполнительницы и так далее. Что это означает? Вы знаете, в качестве толкователя, который предвидел то, что скажет современная наука, я бы привел нашего Зостоевского, страдавшего, тем же самым недугом, что и Мухаммед. Они были эпилептиками. При эпилепсии здесь я ссылаюсь на работы двух наших ученых, с которыми вместе мне приходилось работать. Это Брагина и Доброхотова. Они психиатры, психоневролог, работавшие в Москве. Брагина и Доброхотова издали книгу на ту тему, о которой я сейчас говорю. Они занимались исследованием некоторых необычных ситуаций, когда меняются функции симметрических и асимметрических половин мозга. И в частности они пришли к выводу, что если эпилептический припадок, то есть распространение электричества по всей системе, отношения между нейронами начинается в правом височном отделе мозга. Обычно этому способствует состояние абсолютного блаженства, описанного Достоевским и Мухаммедом. Достоевский понял, что его недуг, который он написал в ряде своих романов, передал его Алёше Карамазову, княже Мышкину в идиоте и так далее, этот недуг похож на недуг Мухаммеда. Об этом довольно много в изданных сейчас записках Достоевского. Не в его романах, а в его записях для самого себя. Мы согласны с этой точки зрения. То есть, иначе говоря, многие утверждения, которые сейчас представляются тем читателям, которые внимательно изучают Аль-Куран, которые представляются им свидетельствами того, что Мухаммед был действительно какой-то особого типа личностью, пророком, мы можем дать довольно точную характеристику того, что именно мы можем сказать о Мухаммеде и его мозге. Я думаю, что такого рода внимательный психологический, психоневрологический анализ мозга крупного деятеля, видного человека, довольно важная задача гуманитарных наук. То есть, я склонен думать, что гуманитарные науки имеют большое значение для будущего человечества, поскольку у них есть практические приложения. Ну вот, я пытался очень кратко привести примеры значения теории симметрии для разных наук. Значит, коротко повторю свои выводы. Согласно Яну, Янгу, Нобелевскому лауреату, который получил свою Нобелевскую премию за открытие 1947 года, это установление так называемой инверсии отношений между элементарными частицами. То есть, это один из самых ярких примеров асимметрии в теории элементарных частиц. Согласно Яну, вся современная физика складывается из разного рода приложений теории симметрии к конкретным физическим проблемам, в частности, в той части, которая касается электромагнитных полей в макросистемах и, соответственно, как в моем примере, некоторых важных явлений в микромире, то, что я описывал по поводу спутных состояний интеграммин. С другой стороны, мы от физики можем двинуться дальше к другим наукам о неорганической природе. Я обратил бы внимание на появившиеся в последнее время работы по метахимии. Есть несколько больших сводных работ сейчас на русском языке, где описаны результаты приложения теории симметрии к химическим явлениям. И дальше через биохимию мы двигаемся к генетике, где все открытия последних лет, конечно, связаны с асимметрией, выраженной в структуре генетического кода. который вообще был открыт благодаря гипотезе о том, что это особого рода шифр. Гипотеза была высказана нашим замечательным физиком Гамовым, потом использована Отсоном и Криком, как об этом они пишут в своих мемуарах. Ну и следующая ступень от биологии и генетики мы переходим к гуманитарным наукам, и здесь я привел примеры из антропологии, из теории родства и из явлений, касающихся языка, в частности фонологии, которые целиком все строятся на симметрических явлениях. То есть оказывается, что теория симметрии это ну как бы основной основной механизм, которым можно пользоваться в разных современных науках. Я приношу прошу прощения за то, что не очень подробно рассказал о тех науках, где всего полнее и подробнее раскрыта роль симметрии, ну начиная с нашего Федорова, которого переиздали, поэтому с некоторыми его работами можно быть непосредственно знаком. эта область конкретного симметрического исследования минералов, кристаллов наиболее разработана, но моя цель была показать, что и в других науках аналогичные подходы по-видимому важны для будущего науки. Ну я надеюсь, что и сегодня и может быть в следующий раз на нашем семинаре мне зададут вопросы и спросят меня относительно предложенной мной схемы такой классификации наук, такого взаимодействия наук, при которых исследование симметрии предмет особой науки, которая в свою очередь может помочь естественно наукам и наукам антропологическим и биологическим. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ широко и другие формы симметрии. Мои примеры просто я старался привести сравнительно простые для первого раза, поэтому я нарочно выбрал этот тип симметрии как легко представимый. на самом деле конечно мы должны иметь в виду и другие формы. Я думаю, что классификации могут уточняться, но разные типы точечной симметрии и симметрии фигур тел должны все принимать свое внимание. Вы знаете, это очень интересный, конечно, вопрос относительно формы и того, что мы понимаем под знаком и символом в гуманитарных науках, потому что мы сейчас стараемся гуманитарные науки отчасти и психологию переосмыслить, исходя из роли символов, в которых форма это одна из главных составляющих. То есть предполагается, что определенная форма, как правило, соотносится с некоторым значением символа. Я думаю, что символическая роль камня, минерала это почти всегда символ, который возникает благодаря наличию смысла, придаваемого в данной культуре определенной формы. Вот когда я проходил сейчас замечательные ваши коллекции в этом зале, у меня было чувство, что я нахожусь на выставке современного искусства, потому что каждый из этих замечательных камней можно выставить и сказать, что это инсталляция. И человек, привыкший интерпретировать вещь, когда она выставлена, как эстетический предмет, он, безусловно, со мной согласится, что это инсталляция, и при том инсталляция замечательная. Но интересно, что на самом деле современное искусство такого рода инсталляциями вообще говоря, брезгует, их не очень широко используют. Не потому, что это не отвечает чему-то в человеке, а по совершенно другим социальным, я бы сказал, массово социальным причинам. То есть, как вам сказать, широкая толпа, масса людей может не воспринять вот эти замечательные камни как произведения искусства. Для этого нужно некоторое специальное эстетическое обучение. Мне кажется, так. это действительно нелегкая проблема, потому что мы можем привести примеры асимметрических построений из довольно древних культур. правда, вот согласно самым новым исследованиям, самые ранние формы того, что похоже на искусство, но может быть, на самом деле это не искусство, а какие-то древние формы записи впечатлений, ну как бы типа древней скорописи, это задолго до человека, да, то есть еще у пралюдей где-то несколько сотен тысяч, наш возраст примерно 200 тысяч лет, несколько сот лет назад, больше, чем 200 тысяч лет назад, появляются первые примеры построения типа орнамента, орнаменты безусловно строятся на разных формах симметрии, не только зеркальная орса, на разных типах симметрии, и возникает впечатление, что вот этот принцип, что нарушение некоторых симметрических отношений способствует созданию определенного эффекта, что этот принцип есть у тех, кто создавал самые ранние композиции типа пещер Лоско и других франко-испанских пещер. мы не очень хорошо знаем причины, почему создавались эти композиции с явно магическими изображениями зверей. Там нарушение симметрии видно в подборе точек, которые многие сейчас интерпретируют как такие предписьменные знаки вот в этих же древних конструкциях. Так что, я думаю, что отвечая в общем виде, я бы сказал так, что у нас есть основания думать, что допущение асимметрического искажения унаследованных симметричных форм вероятно, очень рано начинается. И вообще очень может быть, что в истории искусства, истории культуры имеют место циклические процессы, циклические в ходе которых возникает вот это снятие симметрии. Но ретроспективно нам очень трудно это заметить, поскольку нам не очень хорошо известна древняя норма. Но все-таки симметричное изображение человека возникает очень поздно. Это вот несомненный факт, на который стоит обратить внимание. Хотя вот в пещере Ласко есть изображение мертвого человека, оно сугубо асимметрично и явно указывает на то, что это вообще изображение мертвого человека рядом с его душой, которое символизировано птицей. то есть явно изображение человека относились к числу запретных. Ну, вы знаете, в вашей аудитории мне не нужно пояснять, что значит запрет, потому что, ну, скажем, по отношению к кристаллам целый ряд возможных теоретических форм запрещен, потому что есть правила кристаллической решетки. Вот такого рода запреты в каждой области, где асимметрия могут возникнуть. И нам очень трудно, не зная систему древних запретов, точно исследовать древнее искусство. В общем виде, ведь мы культуру вообще можем понять, как набор запретов на разного рода возможность возможные биологические функции. Ну, это такое очень общее определение культуры, но оно возможно. И в таком случае возможны такие культуры, которые запрещают симметрические формы. Вот, очень похоже, что наша основная авангардная культура XX-XXI века, она со временем будет восприниматься как запретившая симметрические отношения. И наши занятия симметрии в таком смысле противостоят господствующей тенденции. тенденции. Знаете, я более того вам должен сказать, что с точки зрения современной нейропсихологии, насколько мы уже сейчас можем судить об этом, уже сейчас, потому что это все время меняется, сами методы только отрабатываются. Вы знаете, одно из замечательных открытий, которые были сделаны предшествующим поколением нейропсихологов, это открытие канадского нейрохирурга Пенфилда, который установил, что у каждого из нас в голове есть образ нашего собственного тела. И образ нашего тела в нашем мозге, в коре головного мозга, он содержится в больших собраниях колонок нейронов. Этот образ тела абсолютно асимметричен. В частности, я правша, и я уверен в свете всего того, что я читал, что вот этот большой палец на моей правой руке в моем мозге, в соответствующем полушарии, занимает огромное место, совершенно несопоставимое с остальными частями тела. У меня поэтому есть не то, что догадка, но такой вопрос к специалистам по искусству, в частности, по истории искусства и по искусству разных народов. Не может ли быть, что некоторые особенности в неизображении человека и потом ранних изображениях человека, некоторые особенности связаны как раз с влиянием вот этой мозговой картины, не того, как человек реально выглядит, потому что ведь реальная симметрическая картина человека, ну, скульптура или рисунок человека появляется в искусстве очень поздно. А первоначальные, вот то, что восхитило в свое время Пикассо и Модельяне, когда они начинали после выставки африканской скульптуры, вот почему африканская скульптура вся изображает человека максимально асимметричным образом. Одно из допущений будет такое, что человек руководим тем образом, который у него есть в голове. Он не изображает то, что он видит другого человека, а он изображает то, что его голова видит по поводу его тела. Вот такая возможность есть. То есть такой, если угодно, нарциссизм, который мог бы привести к изображениям принципиально асимметричным. Меня как-то в Берлине поразило, когда вот смотришь очень хорошие музейные коллекции, поражает количество культур, в которых запрещено и нет изображения человека. А дальше начинаются культуры, в которых есть изображение человека, но это совершенно не тот человек, которого мы привыкли видеть в постгреческой культуре. после греческой культуры все начинается заново, но до этого степень искаженности образов человека, вообще говоря, просто поражает. Но мы не знаем, что было нормой, может быть, это искажение было нормой для того времени. И в таком случае мы должны подстроиться под то время, которое мы описываем. Ну и потом все-таки, конечно, очень интересна проблема мифологических существ. Каким образом люди в разное время изображали мифологические существа. Вообще ведь идея изобразить более или менее нормального человека в качестве носителя мифологического начала это очень позднее достижение. Это почти близко к осевому времени по Ясперсу, то есть близко к первому тысячелетию до Рождества Христова. А до этого все же впечатление такое, что мифологические существа строились с максимальным использованием асиметрии. Квантовый компьютер ставит перед собой задачу каким-то образом передать вопрос о структуре микромира и ответ на этот вопрос передать его на языке, который мы можем понять. Для нас это всегда должно быть в рамках нашей физической картины мира. Значит, нам нужен квантовый компьютер для того, чтобы он работал. Он должен иметь часть, которая в состоянии ответить на вопросы на том уровне, который допускается квантовой механикой, то есть дать ответы неполные или чисто вероятностные. А дальше нужно их обратно перевести на язык нам понятный, потому что мы языка микромира не знаем, его не употребляем. Мы придумываем математические способы его описания, но на самом деле мы во всем пользуемся все-таки механикой Ньютона, а не идеями Бора. И значит, главная задача это соединить квантовое описание с, так сказать, нормальным механическим. По-видимому, это более или менее сделано именно с помощью этого спутного состояния, о котором я говорил. Потому что спутное состояние может одну часть иметь нормальную нашу физику, а другую часть может иметь квантовые механики, и их соединение возможно таким образом. Но это пока такой квантовый прибор много раз уже строился в Америке и ни разу не дошел еще до массового использования. Поэтому, по-видимому, все-таки нет ни одной модели, которая бы вполне удовлетворяла тех, кто занят созданием уже рыночных объектов. то есть рыночного объекта нет, а идея заключается именно в этом. Вы знаете, что касается книг, на меня огромное впечатление произвело сейчас одно из наших издательств, представьте, издала плотина, одного из греческих неоплатоников, которых у нас мало издавали, по-гречески издали. И я начал читать эту книжку и поразился, потому что там замечательно изложены некоторые принципы симметрии. Значит, мне представляется, что основное это то, что на таком ненаучном языке часто называют гармонией. Гармония, что это такое? Это наличие основных инвариантов. То есть значительная часть конструкции повторяется. Это касается визуальных образов, но касается и любых других образов. Скажем, я много занимался поэтикой, поэтическими формами. Скажем, стихотворный ритм, но это имеет параллели в музыке. Что такое стихотворный ритм? Это повторение одной и той, симметричное, одинаковое повторение одного и того же шаблона, но этот шаблон должен меняться, и когда он меняется, то это тоже подчиняется некоторым правилам. То есть самое интересное, это не просто наличие асимметрии и диссимметрии, а то, что и они тоже подчиняются определенным правилам. То есть нарушение асимметрии само происходит по определенным правилам. Насколько я понимаю, во всех областях, которые я упомянул, пожалуй, всего труднее это описать по отношению к социальной структуре современных обществ. Там очень много возникает дополнительных проблем, просто за счет массовости. Массовость должна как-то особым образом учитываться, потому что просто усреднение ничего не дает. Вы знаете, это великий Виннер, создатель кибернетики, приезжал в Москву в 60-м году, меня с ним знакомят на улице и про меня говорят, вот молодой человек занимается математической лингвистикой. Виннер на этом мне говорит, никаким образом нельзя применять математику к социальным наукам, потому что выборку найти нельзя. Вы знаете, это такой колоссальный вопрос, потому что я ведь вам привожу примеры индивидуальные, не статистические. Идея, что с помощью статистики мы получим какие-нибудь данные об обществе, очевидно, неправильные. То есть мы общество должны изучать как уникальное явление, и тогда можно что-то понять. В уникальных явлениях есть асимметрия, есть нарушение асимметрии и правила нарушения. Я думаю, что, может быть, я в следующий раз постараюсь принести некоторые графические изображения того, о чем я говорил, просто чтобы было понятнее. Но я думаю, что точное определение должно включать понятие инварианта. Это то, что в физике всегда говорят. Их не устраивает то, как формулируют симметрию без введения понятия инварианта, хотя существенно то, что инварианты могут быть и несимметрические. Я бы сказал так, как это наличие такого отношения между минимум двумя объектами, при котором в каждом из этих объектов сохраняются некоторые свойства, а другие свойства могут быть нарушены. инварианты ете, это очень такой трудный вопрос. Я хотел бы в связи с этим сказать, что есть ведь такая очень сложная проблема, которую пытался отчасти решить Ян вместе с другим китайцем Ли. Они этим занимались на материале элементарных частиц. Но проблема эта очень общая. Проблема такая, что когда возникала наша Вселенная, кажется, что одна из возможностей была бы иметь такую Вселенную, где число определенного типа объектов, то, что мы называем в общем виде частицами, там, кварки или неважно, какие, но какие-то материальные объекты, число этих объектов должно быть или может быть равно числу антиобъектов. Но в таком случае возникнуть такая система не может, потому что объекты и антиобъект ликвидируют друг друга. Значит, вот такая одна из больших проблем вообще заключается в самом начале. А почему вообще мир существует? Потому что для того, чтобы мир существовал, в нем должен быть нарушен баланс частиц и античастиц. Этим вопросом много занимался Андрей Дмитриевич Сахаров. Я довольно много с ним разговаривал, когда он работал над этими темами. Но он все-таки в основном занимался проблемой большого взрыва, то есть в нашей Вселенной. Сейчас пытаются понять более широкую проблему, то есть существование нескольких Вселенных мультиверсов, не универсум, а мультиверсум, в котором наш универсум отличается как раз тем, что в нем нарушен баланс частиц и античастиц, определенным образом нарушен. То есть нет прямого соответствия. При том, что я вам рассказал о зеркальных нейронах, но зеркальные нейроны все-таки зеркальные, то есть они имеют ту самую зеркальную симметрию, о которой мы сегодня много говорим. То есть, иначе говоря, они все-таки не полностью повторяют один другого. Это что-то очень похожее, но не абсолютно тождественное. Значит, симметричное, значит, не тождественное. Это очень важно, потому что тождественность привела бы просто к отсутствию продолжения. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СМЕХ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СМЕХ